Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые, память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим о добрачных отношениях и их многообразии. Мы только что слушали выступление одного известного священника на тему добрачных отношений. И он сказал, что перед вступлением в брак у пары должен быть год дружеских отношений. Спустя несколько фраз он уже говорит, что перед тем, как венчать, спрашивают у молодоженов, сколько времени они знакомы. Если знакомы меньше года, то не венчают. Он что, не понимает разницу между знакомством и дружбой? Такое ощущение, что как-то интуитивно понимает, но не имея четких определений, постоянно путает совершенно разные явления. Например, дружба и флирт. Подобная подмена понятий приводит к нарушению причинно-следственных связей. И все мудрые умозаключения теряют смысл. Значит, надо сначала дать четкие определения разных видов добрачных отношений. И не так важно дать название, как показать, что за ними стоит. И чем эти отношения отличаются друг от друга. Сейчас мы этим займемся? Относительно человека, который хочет создать семью. Все люди делятся на чужих, родных и уже не чужих, но еще не родных. Чужие делятся на знакомых и незнакомых. Чужие никак на его будущую семейную жизнь не влияют. Родные – это родственники, то бишь родня. Родня как раз... Ну, родня обычно тоже не влияет на его будущую семейную жизнь в наше время. Хотя может повлиять. Например, могут не прописать его половинку на своей территории. А вот те, которые уже не чужие, но еще не родные – это как раз потенциальные половинки. И таковыми они становятся, не чужими и не родными, благодаря тому, что с этими людьми поддерживается общение. Ну, общение-то бывает ведь разным. Да, бывает разным. Вот об этой разнице мы сейчас и поговорим. Можно классифицировать по-разному. Но мы выделим следующие виды общений. Так как эти отношения типичные, легко различаемые одно от другого, и допускают определенную схему поведения. Самое обсуждаемое и показываемое в искусстве – это агрессивное навязывание отношений. По-простому грубое приставание. Ну, не обязательно грубое. Иногда бывает очень даже высококультурное. Но смысл один и тот же. Она живет себе спокойно. И вдруг он начинает без спроса ломиться в ее спокойную, размяянную жизнь. Типа она его не звала, а он пришел. Ну да. Допустим, он пришел, а она ему по роже. А это же тоже общение. Он будет настойчивым, у него рожа крепкая, закаленная в драках. И девушка, возможно, изменит к нему свое отношение. А, возможно, не изменит. Психологи это называют конфликт, как способ обратить на себя внимание. По-моему, это называется пикап. Ну, существуют разные виды пикапа. Теоретически, пикап – это искусство соблазнения с целью добиться бесплатного секса. Кто-то подается на грубую агрессию, а на кого-то действуют иные способы пикапа. Одну мою подругу пикапер пытался разводить тем, что внимательно слушал ее миссионерские проповеди и ездил с ней в паломнические поездки. Она его по храмам затаскала, а он первый и отстал. Отличная идея. Я знаю другой вариант. Значит, девчонка-общественница сама с пикаперами флиртовала с целью разводить их на волонтерство. Типа поднести что-то, постоять в пикете, пораздавать листовки. Отставали мгновенно. Тоже неплохо. Способ борьбы с любым навязыванием отношений – это не агрессия в ответ на агрессию, а игнорирование. Лучший способ игнорирования – отвлечься на интересное дело. Приведенные выше примеры как раз и свидетельствуют о том, что девушка отвлекалась на интересное для нее дело от пикапера. И этот пикапер очень быстро понимал, что здесь ему ничего не светит. С агрессорами разобрались. Поговорим про отношения в компании. По моим наблюдениям, компания тоже довольно часто проявляет агрессию. Например, заставляет курить и пить. А, ну да. Общение в компании свойственно детям и подросткам. В силу особенностей их психики. Компания действительно навязывает определенное поведение. В том числе и антисоциальное. Ну да. Пацана ловят и спрашивают, зачем кидался камнями. А он и говорит, все кидали, все я кидался. Ну да, на митинге кидался камнями в полицейских. Да, именно так и происходит ведь. По мере взросления обычно человек начинает задаваться вопросом. А почему я должен вообще себя вести так, как эти малолетние дебилы? Обычно такое происходит, когда подростку начинает нравиться кто-то противоположного пола. Наблюдая за подростками, хорошо виден процесс парообразования. Идет по улице компания подростков. Ржут, говорят о чем-то своем, о молодежном. А сзади них идут рядом, Паин с девушкой. И они вроде как вместе с компанией, но уже сами по себе. Уже им больше интересны друг к другу. Компания сразу начинает их дразнить. Жених и невеста. И обвинять предательстве товарищей. Нас на бабу променял. Нас на бабу променял! В результате или пара распадется, или пара от компании отстанет и начнется иной вид отношений. В христианских клубах знакомств мы частенько наблюдаем такие компании. Вместе ездят в паломнические поездки. Вместе ходят на проповеди священника про семью. Вместе пьют чай. А потом вместо того, чтобы разбиться на пары, и пойти гулять, и прокачивать свои отношения, и собственно строить эти семьи, вместе всей компанией идут в ближайший ресторан, и там продолжают пить чай. Но уже за деньги. А потом удивляются, что 10 лет знакомы, а семьи не создаются. Ну, семьи не создаются, потому что семья вообще-то формируется из уже существующей пары. Путем развития отношений внутри этой пары, а не из случайно взятых двух индивидов, должна сначала образоваться пара, которая будет последовательно менять свои отношения. Например, от приятельства к дружбе, от дружбе к любви, а там уже и свадьба. Круто. Или от приятельства к флирту, от флирта к сексуальному партнерству и к браку по залету. А от брака по залету к распаду такового на олененщика и материночку. Говорят, что для развития длительных отношений необходимы общие интересы. Да, такой вид отношений называется приятельство. Когда людям друг с другом приятно, интересно. То есть, когда есть общие интересы и ничего большего. Например, вместе ходить в театры? Ну, или в христианские клубы знакомств. Почему бы и нет? Да. Или на политические митинги. Или в паломнические поездки. У меня вот была знакомая сладкая парочка, которые сошлись на монархических идеях и на любви к последнему русскому императору, царю-страстотерпцу Николаю II. И чем все кончилось? А кончилось все очень интересно. Девушка училась в институте и начала проходить историю России в начале 20 века. Изменила свое отношение к монархии. Изменила свое отношение к царю Николаю II. И они перестали общаться. Думали, что любовь и оказалось приятельство. Изменились интересы и больше ничего не связывает. Да, именно так и получилось. Странно. Да ничего странного. Иногда приятельство развивается в дружбу. Дружба отличается тем, что кроме общих интересов есть еще взаимопомощь. Давай дружить, а? А как? Ну, будем вместе ходить, искать вкусные косточки, лаять на котах. А? Пошли. Будет здорово. Пошли. Пошли. Но нет сексуального влечения. Это принципиально. Это грубо. Поэтому существует ошибочное мнение, что не может существовать дружба между мужчиной и женщиной. Но у нас до свадьбы эта самая дружба была. Причем ровно год. И это единственное, что из советов православных психологов и священников нам удалось реализовать в наших отношениях. На самом деле, сначала все-таки возникли приятельские отношения на почве любви к многодневным крестным ходам, любви к православной вере, любви к дагматическому богословию даже. Так, значит, в общем-то, как у нас было-то? Мы несколько дней шли в крестном ходу. Как раз эти приятельские отношения у нас переросли в дружбу. Кстати, этот год дружеских отношений, в общем-то, единственное из советов православных священников и православных психологов, что нам удалось реализовать в наших добрачных отношениях. Поэтому, в общем-то, наша семья – самая-самая неправильная православная семья. Да, потому что она вообще неправила. Или советы неправильные. Например, я как-то не представляю, в принципе, возможность обсуждения ситуации вокруг нашего знакомства с духовником. Вот мы в Великоецком крестном ходу общаемся на привале. Ты пригласил меня к себе в палатку. Я что, должна была звонить ночью духовнику и спрашивать благословение? И ты думаешь, он бы меня благословил? Ну, разумеется, бы не благословил. Я даже больше скажу. Он бы тебя и в крестный ход не благословил бы идти. Строго. Ну, почему же? Во-первых, потому что не знает вообще, что это такое за крестный ход. Что там вообще происходит. Во-вторых, ну, на всякий случай, лучше не благословить, чем потом будут какие-то претензии, если что-то там произойдет. Не то, что хотелось бы. Но, тем не менее, многие священники утверждают, что дружба между мужчиной и женщиной всегда ведет к сексуальному влечению и плоду. Я подозреваю, что это как раз типичный пример подмены понятий. Это когда двое говорят, что мы дружим, но на самом деле флиртует. Потому что ухаживание, желание нравиться – это флирт. Разница вот между дружбой и флиртом хорошо заметна при наблюдении за детьми и подростками. То есть в младших классах дружба, в старших классах начинает возникать флирт. Дружба – это когда есть общие интересы, есть взаимопомощь, но нет сексуального влечения. Отсутствие сексуального влечения между мужчиной и женщиной может быть вызвано самыми разными факторами. Ну, например, оба состоят в счастливом браке. Или, ну, например, непривлекательный друг для друга. Внешне, по внешности. Или по возрасту. Или по характеру. Ну, в общем-то, или, например, могут иметь твёрдые моральные принципы и могут контролировать свои чувства, как вариант. И ещё не всем женщинам нравится секс, и это факт. И не все мужчины – сексуально озабоченные маньяки, это тоже факт. Здорово. По этой же причине представители секс-меньшинств часто нравятся противоположному полу. Гомик не будет приставать к женщине, уставшей от домогательств похотливых натуралов. И сможет ей быть другом. Ага, да, кстати. С дружбой вроде разобрались. Теперь поговорим про флирт, который часто ошибочно или умышленно называют дружбой. Вероятно, слово «дружба» благозвучней. Ну, от дружбы флирт отличается присутствием в праве сексуального влечения. Причём сексуальное влечение – это не обязательно популярная в обществе ролевая игра, в которой мужчина склоняет женщину к половому контакту. А она сопротивляется. Ну, это игра такая. Он соблазняет, она не соблазняется. Но, в общем-то, и любые эротические проявления, всякая романтика, всякие ухаживания, комплименты, желание понравиться – это всё флирт. То есть, когда молодой человек дарит девушке цветы, водит в ресторан, он не дружит с ней, а флиртует. А если они просто гуляют, то что? А всё зависит от того, о чём они говорят, когда они просто гуляют. Если о всяких глупостях, типа «я умный», «я сильный», «а ты красивая», то это флирт. А если о чём-нибудь поумнее, то, может быть, даже и дружба. Например, обсуждают кинофильмы или статьи журнала Фома. Ну, почему бы и нет. А у нас-то до свадьбы что там было? Мы до свадьбы, значит, что учились шить и готовить, потому что не умели ни одно, ни второе. И белое платье не могли купить, и поэтому пришлось его сшить. Посещали музеи, общественные мероприятия, посещали московские достопримечательности. Храмы и приходские мероприятия при этих храмах, что мне очень понравилось. Да, кстати, например, христианские клубы знакомств как одна из достопримечательностей. И, кстати, именно так и возник замечательный мем. Чтобы создать счастливую семью в православном клубе знакомств, надо приходить туда со своей девушкой. Это про нас, потому что в них люди годами дружат, а семьи не создаются. Мы пришли к ним уже друзьями спустя несколько месяцев. Сразу в нескольких губах увеличили статистику по количеству возникших там семей. Ну, кстати, да. Помогли друзьям, поверим. Здорово. Потому что там не дружба у них, а флирт, приятельство или компания. Классические сценарии. Ходят на приходской кружок бальных танцев, потом на молебен Петру и Февронии о даровании супруга, потом на лекцию священника о семье, потом на халявое чаепитие. А после чаепития, вместо того, чтобы разбиться на пары и гулять по Москве всей компанией, идут в ресторан и там продолжают пить чай, но уже за деньги. Ещё частенько бывает какой-нибудь чудак начинает ко всем подряд девушкам подходить и нести всякий бред. А, какой-нибудь бред? Согласно правилам клинической психиатрии, бред не анализируют, а диагностируют. Ко мне однажды подошёл мужик и сразу предложил выйти за него сразу же. Я ему обручальное кольцо показала, а он удивился, что не золотое. Пришлось объяснить, что важен не материал, а на каком пальце его носят. А к моей подруге прилепился другой тип. Пытался флиртовать в граблях, каким-то сэндвичем угостил. Изображал у себя очень верующего. Я ваших рук рукой коснулся грубой, Чтоб смыть кощунство. Я даю обет, Как два смиренных пилигрима Губы затрут лапзанием Цветодатство, Цветодатство, КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но так как в церковь не ходят, что там происходит, не знают, выглядело очень смешно... А какие там еще варианты отношений у нас остались? А если есть общие интересы, взаимопомощь и есть сексуальное влечение, тогда это любовь! Конечно, любовь! Это любовь! Я знаю точно! Я знаю точно! Я знаю точно! Любовь! У-у-у! А не влюбленность? Священники, когда говорят о семье, различают любовь и влюбленность. В любви присутствует самопожертвование, а в влюбленности только эгоизм и похоть. Но это плохое определение они дают, так как невозможно объективно оценить, что есть самопожертвование и что есть похоть. Ну вот, например, угостил девушку чашкой кофе в ресторане, которая стоит как целая пачка кофе в магазине пятерочка. Это вообще что, самопожертвование? А допустим, сказать девушке, что у нее красивые ноги, это что, похоть? А, например, желание создать счастливую семью, это что, эгоизм? Мне больше нравится другое определение влюбленности. Начальная стадия любви, когда проявляются наиболее ярко все чувства. Вот мы и определились с типами отношений, а как теперь их различить на практике? А, довольно просто, когда хорошо определены. Ну вот, например, есть желание идти с человеком в кинотеатр на неинтересный фильм. Значит, как минимум уже не приятельство, а флирт. Потому что интереснее к фильму, а к человеку. Да. В дружбе, в отличие от приятельства, обязательно взаимопомощь. Если говорят, что дружат, а на самом деле только по клубам ходят, значит, только приятели. Проблема в том, что взрослому самостоятельному человеку в современных нормальных условиях помощь ближнего обычно нафиг не нужна. Проще пригласить профессионалов и заплатить деньги. Поэтому есть пословица. Друзья познаются в нужде. Хорошо. Реальная ситуация. Приходит молодой человек в церковно-приходской клуб знакомств. И видит, что местная молодежь ходит на молебни Петру и Февронии о даровании супружества. После молебна лекции священника на тему, как создать семью и что потом с ней делать. Потом священник уходит. Народ пьет чай, общается, 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 общается. Знакомится, 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 знакомится. После молебна половина расходится по домам. Другая половина идет... Точнее, другая половина, половины расходится после чаепития. Оставшиеся идут в ближайший ресторан. И там пьют чай, но уже за деньги. И тоже общаются, 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 общаются. Знакомятся, 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 знакомятся. И каковы перспективы этого молодого человека в этом клубе знакомств, в сложившейся ситуации. Думаю, что никаких. Он увидит, что самые красивые это те, кто в ресторан потом идут. А у них уже своя компания. И этот новенький им нафиг не нужен. Даже если он интересен, то компания его просто оттеснит. Что бы не мешал. В лучшем случае, он это быстро поймет. И будет общаться с теми, кто просто ходит на чаепитие. Если понравится, то, может быть, сложатся приятельские отношения на почве любви к мероприятию. Может быть, попытается с кем-то флиртовать. Ну, согласен в целом. Как ветеран христианских клубов знакомств. Скажу, что обычно именно так и бывает. Однако, не понимая разницы между типами общения, о которых мы говорили сегодня, он проходит пару лет на эти молебны, на эти чаепития. Походит в этот ресторан. Потусуется в этой компании. И будет утверждать, что имеется два года дружеских отношений с девушкой, с которой самые красивые, из компании, ходящей в ресторан. Но почему-то эти девушки не соглашаются выйти за него замуж, когда он настойчиво это начинает им предлагать. В стиле «жалкое подобие пикапа». Но на деле происходит следующее. По причине непонимания типов отношений, этот молодой человек пытается агрессивно навязывать отношения другим людям, да еще членам сложившейся компании, и не собирающимся из нее выходить, тем более ради такого чудика. За годы посещения клуба у этого молодого человека сложились, может быть, приятельские отношения, но не с девушками, а с несколькими такими же парнями, с которыми он, пока девчонки говорят о своем женском, он с ними обсуждает какие-нибудь компьютерные игры. Ну и вот, и получается, что даже с девушками, которые не из ресторанной компании, то никаких приятельских отношений-то не сложилось, которые чисто теоретически можно было бы до дружбы апгрейдить. И как ему надо было поступать? Ну, наибольший шанс завязать приятельские отношения, которые можно будет потом апгрейдить до дружбы, с теми, кто в первый раз пришел, и, скорее всего, больше и не пройдет. Потому что это новые люди. И вдруг с ними есть какие-то общие интересы. Вдруг есть какая-то возможность взаимопомощи, взаимовыручки, необходимой для того, чтобы дружба получилась. Но он же все силы тратит на то, чтобы вливаться в компанию, где его не ждут, и где ему ничего не светит, и где ему не рады. Вот в чем беда-то. А как насчет приятельских отношений с теми, кому просто нравится ходить на эти чаепития? Ну, это, конечно, тоже вариант. Только здесь надо быть честным до конца. Велика вероятность, что эти мероприятия не нравятся ни молодому человеку, ни тому, кто на эти мероприятия ходит. Потому что они скучные. Потому что батюшка говорит одно и то же, и ничего конкретного. Потому что там за годы существования сложился коллектив, который психологи называют токсичный. А не психологи называют гадючник, но почему-то люди туда ходят? Ну, например, по инерции. Так как пять лет назад это не был гадючник. Или верят, что это поможет устроить им личную жизнь. Но мало ли почему другие кто-то куда-то ходят. Чтобы возникли приятельские отношения, надо искать взаимный интерес, а не делать то, что интересно другому человеку. Изображать интерес к тому, что интересно другому человеку. Это как раз из области флирта. И что делать? Ну, что делать? Использовать полученные из нашего ролика знания, оценивать сложившуюся ситуацию, понимать, что происходит, и строить с людьми отношения в соответствии с поставленной задачей. А еще подписывайтесь на наш канал Поточек, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал. С вами были семьеведы-любители, супруги Николай и Елена Морозовы в простонародье Колян Платков и Лена Магадан. На этом мы прощаемся с вами. До свидания. Всем спасибо. До встречи в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok